Добрый день дорогие друзья, мы в прямом эфире, это Прима Медиа Лайф. В связи с обращением руководства страны более пристального внимания на Дальний Восток, Владивосток в частности, все чаще заходит речь о инвестициях, инновациях, но пока, на мой взгляд, все разговоры, в Владивостоке сами задумываются об этих инновациях сегодня. А в нашем интервью пойдет речь о проекте «Инновационный реактор», цель которого – поиск и отбор перспективных стартапов, в частности, в IT-технологиях в Приморском крае и доведение этих стартапов до стадии инвестирования. Сегодня у нас в гостях Артур Корнаков, Андрей Косолапов, организаторы проекта «Инновационный реактор» в городе Владивостоке. Спасибо, что пришли к нам в гости. Рассказывайте, что такое «Инновационный реактор», не просто «Инновационный реактор», а «Бизнес-акселератор». Почему такое заковыристое название? «Бизнес-акселератор» – это, на самом деле, такая бизнес-модель. Это именно рецепт. А вот «Инновационный реактор» – это именно собственное. Ну и, собственно, те, кто понимает, что такое «Акселератор» и «Акселерация» как его основная деятельность, они знают, что «Акселерация» – это поиск проекта, работа с ним такая, чтобы он мог дойти до инвестирования. Ну, собственно, если коротко, то вот так. Будете брать молодых людей с их проектами, помогать им приводить проект в более уж законченный вид и продвигать его для поиска инвесторов. Так, да? Проекты, которые к нам попадают, они бывают на очень ранней стадии, когда есть только идея. Тут особо делать с ними нечего, потому что сама идея просто пока нет какой-то ее проработки или прототипа, она не стоит практически ничего. Но когда идея более-менее проработана, и уже понятен бизнес-план, и люди что-то вложили, то можно подготовиться, прийти к инвестору, доказать, что если он купит долю в этой компании, то он когда-то заработает в случае успеха проекта. И, соответственно, добиться того, чтобы инвестор дал деньги, частный, институциональный, в конце концов стартап разовьется, а потом его продать. А по общим наблюдениям, у нас в Владивостоке, у молодежи все-таки больше идей или уже все-таки идей, которые хотя бы написаны на бумаге, разложены по полочкам? Есть и так, и так, но, как правило, если вот выйти на улицу и сказать, приходите, у кого есть идеи, сначала придут те, у кого ничего нет, кроме идеи, а потом постепенно начнут приходить те, кто уже давно работает над идеями, они более осторожно двигаются. Я думаю, это не только в Владивостоке и Приморском крае, а и везде, то есть идей намного больше, чем проектов реализованных, Но вот как заставить ту молодежь, вот эту активную, идейную, с идеями, вот не просто фонтанировать идеями, а пытаться эти идеи, ну не то, чтобы воплотить в жизнь, но хотя бы записать, там, структурировать и показать, как некий проект, хотя бы там, такую положу, что у нас все, идей много, куча, куча, а вот толку-то. Я правильно понимаю, вы говорите, как сделать так, чтобы молодежь не спала, а с идеями приходила, не на диване сидела, ну да, в этом вопросе. И да, не просто там сидела на диване и говорила, вот у меня идея вот такая, а вот у меня идея такая, а приходила, пыталась их показать и довести. Все очень просто, каждая рыба клюет на свою наживку, поэтому нужно объявить, что такое есть, что вы, собственно, и сделали, и люди приходят, все просто. Заинтересованность видна, большая она? Видна, но вот у нас нет такого большого освещения у нас. Мы вот через коллег выходим на IT-сообщество, там с университетами работаем, потихонечку-потихонечку начинается это как снежный ком. В общем, больше и больше людей приходит. Москва не сразу строилась. Поэтому, вот, собственно, то, что мы сейчас в прямом эфире, и это, наверное, будет в записи еще показываться, и так далее, это как раз вот ту самую копилочку, чтобы как можно больше людей ходить. А идея, она вообще возникла как? Это же будет, получается, некое мероприятие или такой долгоиграющий проект? Мы давно этим занимаемся. Во-первых, мы являемся венчурным партнером фонда посевных инвестиций российской венчурной компании. Это самый крупный инвестор венчурной, институциональной, государственной в стране. Они работают по следующей схеме. В регионах есть так называемые венчурные партнеры. Это люди, которые ищут проекты, которые находят частных инвесторов в регионе, добиваются того, чтобы частный инвестор инвестировал в проект, и тогда вместе с этим частным инвестором тоже инвестируют в сам фонд. Вот мы и есть венчурный партнер. И когда мы поняли, что для того, чтобы быть продуктивным венчурным партнером, нужно много проектов, мы затеяли вот этот акселератор инновационный реактор. Собственно, с моей стороны, я являюсь представителем IT-сообщества Владивостока и одним из организаторов Владивостокской конференции разработчиков. И мы с Андреем, собственно, познакомились именно на конференции, которая прошла в ноябре прошлого года. Андрей задал вопрос одному из докладчиков. Говорит, вот я инвестор, стою здесь и некуда вкладывать деньги. Есть ли у нас большие IT-проекты, которые заинтересованы в инвестициях? После конференции мы, собственно, встретились и решили сделать инновационный реактор. А вот почему возникла в Приморожском крае такая ситуация, что инвестор, вроде инвестор есть, а проектов нет, инвестор о проектов не знает. Это в чем проблема кого? Инвестора, либо вот тех людей, которые занимаются развитием, собственно, стартапа? Это проблема начала работы с венчурными проектами. Просто сейчас такой этап, когда никто никого не знает. Я думаю, это проблема... Это проблема курицы и яйца, опять же, просто... Проблема начала, да? Мы просто в начале. Начало коммуникаций. А вот вопрос из интернета. В чем отличие проекта инновационного реактора от аналогичных площадок в DWF и в Гуэсе? Наверное, имеется в виду бизнес-инкубаторы. Акседератор и инкубатор – это две большие разницы, говорят в Одессе. Ну, потому что бизнес-инкубатор – это место, в первую очередь, куда можно прийти и там сделать свой офис, здесь сидеть, работать. И иногда на площадке инкубатора проводят тренинги, тесты, еще какие-то вещи организационные, учебные процессы. Акседератор занимается именно проектом. То есть, вот он берет конкретно проект, работает с командой и с инвестором, и мало занимается образованием, только ровно столько, сколько нужно, и совсем не предоставляет никакого места. Мы работаем с проектами там, где они есть. Мы не даем им площади, поэтому мы не площадь. А есть те проекты, которые, собственно, вышли и родились в бизнес-инкубаторах, в ГОЭС, в ДВФУ? Да, некоторые, они в инкубаторах ГОЭС или в ДВФУ есть. А вот приходят ли люди с теми проектами, которые зародились в этих инкубаторах, к вам? Да, конечно. Но им нужны инвесторы. В бизнес-инкубаторе нельзя найти инвестора. Там его нет просто. Вот и все. Инвестор – это еще мы. У нас такой процесс. А в инкубаторе есть место, где можно работать. В этом разница. Там место, здесь процесс. Привлечение инвестиций, я имею в виду. Есть какие-то потребности в ожидаемых проектах? Допустим, востребованы проекты в такой сфере, в IT-сфере, в такой сфере? Есть градация? Мы сейчас поводом нашей встречи. Это разговор про IT-проекты. В частности, коллега из сферы IT. IT-проекты проще с инвестиционной точки зрения. Потому что они легко выходят на рынок. Это все-таки интернет. И являются в связи с этим, с такой легкостью своей выхода, наиболее привлекательным с инвестиционной точки зрения. В частности, у нас здесь много медицины. Больше оказывается, чем чего-то другого. Внезапно. Почему? Ничего удивительного нет. Во-первых, здесь институт биологии, море есть. И вот Академия наук. Но если взять сейчас все проекты, которые здесь, как говорится, на виду, то это будет около 200 примерно проектов. Я чуть позже скажу, что за специфика. И они в подавляющем большинстве из Академии наук. Мы раньше IT-проектов не видели вообще. До тех пор, пока не встретились на конференции. И тут стало понятно, что IT-сообщество есть, проекты тоже есть. Мы начали с ними рвуть в том числе. А те проекты, которые около 200, они откуда взялись? Есть такой фонд поддержки предприятий инновационных малых, российские. Его еще по-старому называют фонд Бортника. Привычное название. Так вот, он сюда проинвестировал, точнее, профинансировал грантами около 180 миллионов рублей. 150 или 180 миллионов. В результате около 200 проектов получили гранты. Около миллиона рублей каждый. На эти деньги они там как-то продвинулись в сторону инвестирования. Но, правда, в подавляющем большинстве так дело дальше и не пошло. Но зато они засветились. Теперь мы их видим, можем с ними общаться. И с некоторыми ровно это и делаем. Ну, то есть договариваемся с ними о том, чтобы они подготовили проект не для получения гранта, а для получения инвестиций. Это совсем не одно и то же. Нужно не просто показать, что мы выполним вот такую-то науку, за это отчитаемся, а вот мы сделаем из этого бизнес. Вот наша команда, вот наш план, нужно будет столько денег, вот такие рынки и так далее. Это совсем другая история. Так вот, они получили много денег, как я уже сказал, на научную часть своих работ. при цели на то, что это когда-то будет бизнес. Вот сейчас нужно из этого сделать бизнес. И сколько вот этих проектов, из которых нужно сделать бизнес? А, из которых можно сделать бизнес, вот так реально? Вот не те, которые, да, по сути, грантовые. Ну, я думаю, из общей массы, но тут какая ситуация? Они некоторые получили деньги за науку и дальше не развиваются, но как-то так не сложилось. Но я думаю, что процентов 10-20 с ними можно разговаривать, о том, чтобы сделать из этого бизнес. Потому что остальные просто даже говорить об этом не будут. Они скажут, ну, в общем, наукой занимаемся. Вот вам-то и дело, это большая проблема наших научных сотрудников, ну, вообще людей из науки, и к бизнесу такое отношение, ну... Ну, дело вот в чем. Не могут просто заниматься физически, потому что есть люди науки, которые... Дело не в этом. В любом проекте человек науки просто обязан быть. Нет человека науки, значит, нет разработки, значит, нет никаких перспектив выиграть рынок. В этом смысле место почетное в проекте науки есть. Но система финансирования научных разработок и система финансирования бизнес-проектов, она разная. Разница состоит в следующем. Вот, что касается науки. Научный грант приходит, за него нужно вернуть научный отчет. Собственно, как только научный отчет получен против гранта, сделка завершена. Что касается инвестиций в бизнес-проект, то там ситуация следующая. Вам инвестор дает деньги, за это получает долю в проекте и рассчитывает на то, что когда-нибудь он продаст эту долю в проекте дороже, чем купил. Нет, ну только на этом расчет. Так это будет через 5 лет. Таким образом, лак временной здесь, скажем, 3 месяца, а там 5 лет. Почувствуйте разницу. Вот, это просто небо и земля. Поэтому люди не готовы, но... Потому что они не то, что не готовы, они не хотят заморачиваться на 5 лет, на 3 года. Понимаете, как говорится, обещать не значит жениться. То есть, они, может быть, и хотят в принципе, но для того, чтобы это хотение переросло вообще в какое-то дело, нужно собрать команду. Когда ты приходишь и видишь, что там один ученый, ну вот еще лаборантов придачу, а где предприниматель? Нету. Самый большой дефицит – это предприниматели. Нет предпринимателей в проектах. Это самым менеджером, да, по сути, проекта? Ну, это тот, кто ведет проект. Это вот его главный лидер проекта. Ну, там их по-разному называют. Называют там либо предприниматель, либо SEO проекта. Ну, в любом случае, это главный вдохновитель, тот, кто... А почему нету-то? А где их взять? Кто же их учил? На самом деле, это одна из функций нашего инновационного реактора. Это... Их искать надо. Вот воспитание вот этих... Нет, их надо искать. Поиск. Смотрите, предпринимателями не становятся, ими рождаются. И те, кто ими рожден, могут стать. Вот такая ситуация. Это просто определенный... Где ищете вот этих предпринимателей? Ну, конечно, больше всего нам нравятся проекты, в которых они уже есть. Когда их нет, вот тут мы начинаем, в общем, искать, договариваться с кем-то там, знаем, что вот есть такой человек, знакомить его с проектом. И такая вот происходит женитьба проекта с предпринимателем. Вот там разработчика с предпринимателем. То есть предприниматель – это вот самая главная фигура, самая дефицитная. Поэтому работа по поиску предпринимателя, интегрирование его с проектом – это самая сложная часть дела. Проще ситуация тогда, когда есть проект, и в нем мы видим предпринимателя. И вот по глазам видно, я, например, всю жизнь являюсь предпринимателем, сознательно. И поэтому мне легко различить, во всяком случае, человека, с какого теста, что называется, сделал. Это довольно сложная задача, на самом деле, подсадить предпринимателя в какой-то проект существующих уже IT. То есть даже проблема не в предпринимателе, а в том, что команда, проект, вот сидят айтишники, пришел какой-то здесь бизнесмен, значит, начинает нами руководить, как деньги зарабатывать, зачем он нам нужен. То есть сам процесс вот этого подсиживания, если можно сказать, предпринимателя в команду, он достаточно сложен. То есть недоверие… Вся эта история, она не столько на мотивации замешана, мотивация довольно простая, это доля в компании, сколько действительно на доверие. Это главное, вот ключевой, главный клей всего этого мероприятия – это доверие. Если люди друг другу доверяют взаимно, то, в общем, процесс идет. Если не доверяют, то как ни мотивируют, дело будет. Можно у нас с доверием на обществе? Есть такая проблема. Ну а что делать? Мы же не можем поставить крест на нашем отечестве. А все, закрепляемся. Какие проекты вы ожидаете от ребят, какие отказываетесь, от каких отказываетесь? Ну, во-первых, мы не отказываемся ни от одного, в том плане, что мы общаемся со всеми. Вот пришел человек с идеей, мы с ним говорим. Иногда говорим те слова, которые он не хочет слышать. Мы его спрашиваем. Мужик, ты вот пришел, да, у тебя есть какая-то идея. Ты в этой отрасли что-нибудь понимаешь? Он говорит, нет. Ну а что ты тогда в это лезешь? Ну и человек чешет затылок, типа, ну что, ну тут придумалось. Слушай, ну шансов у тебя ноль. Ну да, тяжело иногда такое слышать. Но мы в любом случае говорим, окей, если ты хочешь все-таки сделать шаг, тебе нужно сделать вот то-то, то-то и то-то. Пока что у нас еще есть время заниматься с теми проектами, которые ничего кроме идеи у них нет. Но все больше и больше приходят те, у кого же есть прототип, у кого есть кто-то даже на App Store что-то выкинул. И там есть уже пользователи, которые приходят. Куда интереснее. Поэтому по мере того, как количество проектов уже более-менее продвинутых будет нарастать, мы все меньше и меньше будем уделять, к сожалению, внимания тем, у кого есть идеи. Но все равно придумаем, как делать так, чтобы инициатива их не угасала. Потому что это очень ценное явление, инициатива ребят. Ну, я еще раз говорю, когда они к нам приходят, мы не всегда говорим им то, что они хотели бы услышать. Мы говорим то, что мы думаем. Ну, как, обижаются, либо все-таки... Нет, продолжают... Не обижаются. Углотят правде в глаза. Вот, бесстрашно. Молодцы. В любом случае, у людей, у которых есть энтузиазм, что-то сделать, мне кажется, возможно, им неприятно, но им важно увидеть это в другом свете со стороны от людей, которые этим уже не занимались, у которых уже есть проекты. А что нужно человеку со своей идеей, какой комплект, набор вещей, чтобы прийти к вам, чтобы вы не сказали «мужик, всего доброго». Какой минимальный набор каких-то компетенций, вещей, проектных каких-то идей? У нас есть стандартизованные такие ворота входа. Мы спрашиваем, идея, рынок, монетизация, ну, то есть простые, стандартные, причем мы с коллегами встречаемся, я рассказываю, что мы хотим вначале знать про проект. Вот не пытаемся их завалить какими-нибудь там сложными отчетами. Скажите по-простому, что вы по этому поводу думали? Мы общаемся с ними очень со всеми. И очень быстро понятно становится, какая ситуация. Потом, определив точку, в которой они находятся, в смысле точку их понимания, стадии проекта и готовности команды, мы говорим, делать вам следует, пожалуй, вот что. И даем первичные шаги. Потом, в конце концов, вот у нас очередной раз 14 апреля будет защита проектов с инвесторами. То есть мы приглашаем, мы же с другой стороны, мы работаем с частными инвесторами. Это местные предприниматели, бизнес наш, Владивостокский, ну такой, в основном, средний. И вот они готовы инвестировать в проекты. Вот мы 14 числа несколько проектов услышим таким образом. А вообще вот с рынком IT-технологий, многие просто, ну очень многие в Владивостоке, и не знают, что он такой существует, в принципе. Ну вот он существует, и в какой стадии он сейчас находится? Мы стараемся освещать как можно больше событий, которые мы сами проводим. Плюс там IT-комьюнити всегда проводят какие-то события, там конференции. Вот у нас есть две крупных конференции довольно большие. Вот. Также есть и довольно крупные проекты именно во Владивостоке. Вот, большие, которым там уже не нужны даже инвесторы, да? Ну не говоря о таких проектах, там, как Форпост, Дром, там, всем известные по России, да? Которым не нужны сейчас инвесторы. И также проекты маленькие. Вот Юрий Удовиченко я знаю, к вам заходил. Вот. Тоже довольно большой проект. И как бы он поднялся именно на бутстраппинге. Вот. То есть они не привлекали инвестора. Они все своими силами делали. Также я знаю ребят с маленькими проектами тоже, которые, ну, только начинают развитие какое-то, но не заинтересованы в инвесторе. Вот. Игры делают я знаю. Ну, то есть сказать, что рынок айтишный, он такой очень разношерстный. Вот у нас, вот интереснее даже не столько, чего есть, а чего нет. Вот любопытное наблюдение есть. Я, значит, в медицинском университете несколько раз был на презентации проектов, которые рождаются в стенах медицинского университета. Кстати говоря, интересные проекты, их много. Ну, так слов. Так вот, ну, процентов, наверное, 40, может быть, проектов связаны с айти в сфере медицины. Ну, там всякие программы для анализа, для подсказки врачам чего-то и так далее. И все, как один, инициаторы проектов, говорят, ну, мы что с точки зрения медицины делать знаем, а вот программистов нет. И вот мы в ближайшее время, я думаю, организуем встречу айти-сообщества с инициаторами медицинских проектов, и процесс пойдет. Тогда у нас родится вот такая вот, ну, нельзя сказать, что это там отрасль, но, в всяком случае, возникнут такие связки между айтишкой и морской университет. Морской университет, да, где тоже, наверное, будет востребован всячески. Морской университет, там, рыбохозяйственный, да. Мы все университеты знаем, знаем их, людей, которые там занимаются инновациями, имеем с ними связь, и вот постепенно контакты увеличиваем. Я сам полтора года был заместителем проректора по новой инновациям федерального университета. Было такое у меня очень небольшое время, вот, и, в общем, создавал туринкубаторов, в частности. Так что, я знаю... Какие университеты наиболее активно идут навстречу? Ну, все университеты достаточно активно идут навстречу. В общем, еще раз, это зависит, очень сильно зависит от людей, которые там этим занимаются. Вот прямо принципиально зависит. Если человек, в общем, не очень верит в инновации, делов не будет. Если верит, то, в общем... Я думаю, что слово «инновационный» в последнее время в России приобрел такой... Забылка. Забылка нано. Да, да. Забылка нано. Вот это вот, мне кажется, лукняк. Хочешь произойти негативное впечатление, скажи, что проект инновационный, а еще и какой-нибудь нано. Более того, слово «стартап» в IT-тусовке тоже имеет такой довольно негативный уже оттенок, потому что обычно... Стартапер ассоциируется с таким человеком 15 лет, да? Привет, я на математике сижу. Да, да, да. Не могу сейчас отвечать. Ну, смотрите, у меня такой встречный очень вопрос. А как думаете, чем инновационный проект от обычного бизнес-проекта отличается? А, ну, естественно, должно быть применение каких-то новейших технологий. Это задуждение. Это не главное. В любом бизнесе, если у вас нет какой-то там новизны, то, в общем, вы ничего не сделаете. Вы не будете конкурентоспособны. Вопрос другого. В инновационных, еще иногда их называют венчурных проектах, схема инвестирования венчурная. Вот где главное отличие. Если есть инвестор, который готов купить долю в компании, чтобы она выросла, а потом он продал эту долю, если так организованы инвестирования, то это как раз и есть инновационный венчурный проект. Это ключевое отличие, а не в том, что там есть какая-то инновация. Это может показаться странным, но вот это факт. Но, по сути, тогда любое бизнес-ложение – это инновация. Нет. Часто бизнес-ложение представляет собой следующее. Люди деньги вложили, и вот и живут. И дуют эту корову, и не предполагают, что она должна выйти на бескрайние просторы мирового рынка, подорожать. Капитализацией, как правило, бизнес с ноля не занимается. То есть это не вопрос бизнеса. Если вы сейчас придете… Контрольный вопрос любому предпринимателю, который делает бизнес здесь у нас в Владивостоке или в России. Сколько стоит твоя компания? Не будет ответов. Вы их не получите. Они не знают, сколько стоит их бизнес. Потому что вопроса такого нет. Не предполагается его продавать. Некому, да и не умеет. Ни биржи нет, ни покупателей нет. Так вот, я поясняю, что не всякий бизнес-проект является инновационным или венчурным. Хотя, конечно, риск в любом есть. Так вот, венчурный проект – это тот, в котором есть венчурная схема инвестирования. То есть предполагается сразу, что проект будет развит до того, что его капитализация вырастет и доля в этом проекте будет чего-то стоить. И все инвесторы ровно в этой логике и работают. Частный инвестор, фонд – все делают именно это. И все усилия проекта направлены ровно на то, чтобы он подорожал. А в обычном бизнесе такого вопроса не стоит. А по сути, государственные инвестиции – это вот они не инновационные. Какие государства? Ну, не знаю, вложения там в заводы у нас будут строить по жиженому газу. Вот такие вложения. Развитие что-то еще? Нет. Есть венчурные инвестиции, есть такое понятие – прямые. Это вот прямые инвестиции. Между ними грань, в некотором смысле, зыбкая, потому что, так или иначе, это прямые инвестиции, потому что они в капитал компании делаются. Это да. Но если не предполагается, что потом это будет продано, то, в общем, это другая история. Понятно, что мы, когда сейчас говорим про инвестиции, то для нас, как только деньги куда-то идут, то, значит, это инвестиции. Ну, в общем, это довольно широкое представление, и мы можем, конечно, сказать, ну, как же, вот сейчас построят какой-нибудь там метеперерабатывающий завод, а потом он выйдет на IPO. И вот, пожалуйста, можешь продать долю. Ну да, но только его капитализация, она не в связи с тем, что он развивается, будет происходить, а в связи с тем, что через него пройдет просто больше поток продукции. Немножко разные вещи. Логика такая, может быть, не очень ясная, то, о чем я говорю. Если мы берем маленький стартап, и он сегодня ничего не стоит, а завтра он стоит миллиард, это одна ситуация. Если мы говорим, мы строим завод, мы сразу в него воткнули полмиллиарда, а будет он стоить два миллиарда, но это капитализация всего лишь там в четыре раза, а в стартапе в тысячу раз. Есть разница. Это компания, стоимость которой растет, грубо говоря, в геометрической прогрессии. Вот что такое инновационный или венчурный стартап. И опять же хочется упомянуть, что это высокорискованный бизнес, так можно сказать. То есть не нужно строить себе каких-то замков таких, что в четыре тысячи капитализация вырастет. Господи, на этом же можно столько денег собрать. Вообще у многих, да, у многих молодежи вот эти такие вот замки такие воздушные, что сегодня я принесу проект, там начну работать, через год, не знаю, меня выкупят там, как ватсап, за около 19 миллиардов там. Более того, некоторые считают, что они могут прийти, рассказать свою идею, и им дяди просто так дают денег. То есть они не рассматривают бизнесменов как инвесторов, а как тендер какой-то, как некоторое вложение просто без отдачи. Вот молодые, пришло молодое дарование, да, и говорит, у меня есть идея, стартап, даже прототип, возможно, и так далее. Короче, надо денег и общего вперед. И мы постепенно, общаясь с ним, говорим, слушай, ну ты понимаешь, вперед это сколько времени тебе придется отбежать, не передыхая. Ну и выясняется, что там лет 5-7, если он отмотает назад столько же времени, он может оказаться чуть не в школе. Поэтому это для него космос в любом случае. Ну это вот, а в моем возрасте еще можно думать, ну вот проект на 10 лет. А в его возрасте проект на 5 лет вперед, это что-то невероятное. Но в связи с тем, что жизнь вся еще впереди и вообще горизонта не видать, а люди заряжены, то они говорят, да, хорошо, мы готовы и так далее. Но, как говорится, только в бою можно понять, кто есть хур. Поэтому никого не смущает разговор о том, что эта песня длинная и сложная. И, в общем, все говорят, ну зачем же, жизнь-то вся впереди и вперед. Но мы посмотрим, как у кого будет получаться. Вообще-то тренды какие-то есть. Вот эти проекты, да, они сейчас в теме, они будут расти, привлекут инвестора. Вот эти проекты уже все, они уже угасли. Да, мы целую лекцию читали, но коллеги лучше меня даже знают. Ну, основные трендовые проекты, это, естественно, связанные с социализацией. То есть, поверх соцсетей уже какие-то большие проекты, там, где люди общаются и как-то взаимодействуют. Потом мобильная разработка, тоже довольно трендовая. Что не в тренде, честно говоря, не могу так… Все остальное, да? Да нет, не то, что все остальное, но на самом деле… В тренде здоровье в интернете, в смысле IT и здоровье тоже в тренде. Ну, много таких. Ну, на самом деле, весь IT-рынок, он, в принципе, в тренде. Да. Вот, по отношению к другим рынкам. А вот вопрос из интернета еще. Назовите, как много идей стартапов сейчас рассматривается вами? И вот второй, сразу же, в последние годы площадки и конкурсы стартапов появлялись в Переморье сотнями. Есть хоть один удачный пример, какой от этого выхлоп. Вот такой вопрос. Что за сотни такие? Не знаю, это не мой вопрос. Ну, это, видимо, там кавычки есть в сотне? Ну, значит, это, видимо, человек далек от того, о чем спрашивать. Сотен никогда не было. Бывали, например, конкурс BIT. Я лично организацией среди прочих людей тоже занимался. Венчурные ярмарки были. Этим мы тоже занимались. Но надо понимать следующее. А вот, кстати, будет стартап тур 2 апреля. Тоже довольно-таки большое мероприятие. Но все эти мероприятия, они предназначены не для того, чтобы получить инвестиции в проект. Вот люди почему-то думают наивно. Я не могу даже понять почему. Вот уже вроде как все давно уже этого наелись. Но все время думают, что вот сейчас я приду на какой-то конкурс, защищусь, и мне тут же отвалят мешок с деньгами. Но этого не бывает. Это совсем другая история. На подобных мероприятиях люди тренируются рассказывать, значит, про свой проект. Это очень полезно. Но рассчитывать на то, что кто-то деньги принесет бессмысленно. Мы между началом работы с проектом и прохождение хотя бы первого инвесткома год проходят. Ну вот что? А люди думают, что вот сейчас вот пришел. И они говорят, так смотрите, вон была какая-то ярмарка, вон какой-то конкурс, вон еще их было много. А где же выхлоп? Так и не предполагалось. Выхлоп состоит в том, что вы научились наконец рассказывать про свои проекты. Поздравляем. А теперь приходите и давайте начнем обсуждать вопрос, как же деньги вам дать. А вот этого еще не было никогда. Мы впервые здесь делали. Идем ровно к инвестициям. Не тренируем там людей. Это отдельная история. Хотя вот, например, будет стартап тур. Мы ребят, которые вот IT-проекты на стартап тур выводят. Мы специально их будем тренировать к тому, чтобы они на стартап туре лучше защищились. Но они знают, мы им говорим об этом. Ребята, вы не рассчитываете на то, что вы там деньги получите. Может быть выигрываете, выиграете и поедете в Москву. И вы даже увидите там легендарных инвесторов часто. Но это тоже не будет означать, что вы получите инвестиции. Инвестиции вы получите только через кропотливый труд и разработку бизнес-плана нормально. Ну, я бы посоветовал коллеге посмотреть хотя бы инвестиционные документы. Это, например, там, тёрншит. Ну, договоренных сторон об инвестициях. Бизнес-план. Ну, там, опционы. Договоры опционов. Уткол. Ну, то есть это же целая история. Этого никто даже не знает, как это делается. Поэтому вот эта гипотеза о том, что все было зря, во-первых, неверно. Потому что все было ради того, чтобы научиться правильно рассказывать про проекты. Второе. Это то, что работа над проектами с целью их инвестирования только началась. Все это делается. Они обязательно дотянутся. Вот, в основном, сейчас говорим про тех, кто придумывает проект, приходят с идеями. Вот про инвесторов. Трудно их найти? И вообще, как вы людей заставляете понять, что вообще, как можно сказать, что вы инвестор, вы как заинтересовались? Все с простого. Когда-то там, ну, это, кстати, относительно давно было, наверное, уже было три назад, в первый раз мы сделали к этому подход. Подход был простой. Я взял телефон, который у меня вот тут есть с собой в кармане. И из списка у меня предпринимателей, там полтелефона, потому что я сам из этой среды, и пригласили на первую встречу. 40 человек пришло. Людей, которые пришли для того, чтобы обсудить возможность инвестирования в проекты. Еще было там несколько встреч, а потом мы собрались, ездили в Калифорнию, прямо в Кремниевую долину. Ну, договорился там я с русскими, кто занимается, как это, продвижением в области понимания того, что только венчур в инвестрии. И мы неделю там, в 8 часов утра там выезжаем из гостиницы, в 9 возвращаемся по Кремниевой долине. Ну, в Сан-Франциско жили, правда, в долину ездили. И вот из 9 человек, 7 были из Владивостока. Мы посмотрели, как это все работает и приняли решение, инвестируем. Дальше мы готовим сейчас проекты с тем, чтобы ребята приняли для себя решение, да, инвестировать. И действительно у людей есть деньги, они готовы рискнуть. Ну, их не очень много, где-то, наверное, человек 20 активных членов. Но они готовы инвестировать именно в российские проекты, либо все-таки в западные? Владивостокские. Владивостокские. Ну, в сфере венчурного инвестирования есть такое правило, называется правило трамвайной остановки. Угласит оно следующее. Не инвестировать в проект, который находится на расстоянии больше, чем одна трамвайная остановка. Ну, это, конечно, шуточное правило, но практически оно мало где в мире не используется. Мне знакома только буквально пара-тройка фондов из Кремниевой долины, которые умудрились поставить на поток процесс инвестирования удаленных проектов. Обычно этого не делают. Особенно частный инвестор. Он правило инвестирует в проект, на который он может дотянуться, где он видит команду. Взять за грудки, да? Взять за грудки, да? Взять за грудки. Взять за грудки. Да что ж ты творишь. В России все-таки это как-то больше, да. Более напряженно выглядит, скажем, у американцев они привыкли к тому, что 9 из 10 все равно потеряют деньги. Наши до сих пор еще считают, что каждая потеря – это личная драма, поэтому здесь это более напряженно, а там… Ну и, конечно, между тем, как у нас, тем, как там, небо и земля, потому что там это развитая индустрия, у нас только начинается. Но, тем не менее, вот эти наши владивостовские бизнес-ангелы полны решимость и инвестируют. И их не пугает вот это соотношение? Нет. Не пугает. Нет, ну потому что это их часть жизни. Они сами из бизнеса, поэтому… Кстати, там тоже то же самое, там тоже люди из бизнеса, правда, постарше, чаще всего. То есть, вот я из поколения тех, кто начинал бизнес в начале 90-х, ну и вот, собственно, я пока еще не древний старик, вот. А там уже люди, там, 50-60 лет, там, такие вот уже в штатах. И инвестируют спокойно, нормально, это целая, говорю, индустрия. А вот у нас люди, все-таки инвесторы, это больше там молодые какие-то, либо уже состоявшиеся такие бизнесмены уже в годах, но которые в теме? Ну, во-первых, это только состоявшиеся, некоторые из них, ну, молодые там, даже там 30 лет, совсем уже молодые. Вот. Ну, чаще всего это за 40. Какое количество в Приморском крае этих инвесторов, которые готовы войти? Ну, я так думаю, что их, если бы сейчас мы их всех нашли, то я скажу вам. Это, как говорится, здесь, у меня нет расчета, но на нюх, на нюх. Я думаю, что мы бы человек 200 нашли. А какой вот размер, а вот размер инвестиций меня интересует? Вот какой вот входной, да, билет, вот минимум? Ну, очень просто, на самом деле, бизнес-ангельское инвестирование, это примерно там 50-150 тысяч долларов. Ну, если, то можно пересчитать все, ну, одним словом, вот если нам в проект нужно поднять там 2-3 миллиона рублей, вообще не вопрос. Просто не вопрос. Ну, мы садимся с коллегами, ну, вот давайте посмотрим. Ну, я знаю, там, мы анкеты заполняем, да, ну, когда встречаемся, заполняем анкеты, там, сколько готов инвестировать, ну, я вижу по результатам анкет, там, ну, соточку поднять, это просто не вопрос. Был бы проект интересный. И люди к этому готовы. Ну, да, ну, есть шанс проиграть. Так, в чем проблема? Проблема в инвесторах или проблема в неинтересных проектах? Проблема в том, что их свести нужно. Этим мы сейчас и занимаемся. Но это не проблема, это задача, и мы ее решаем. Да, есть проекты, но подавляющее большинство еще сырые. Да, есть инвесторы, но их мало, во-первых, во-вторых, они готовы пока с трудом. Вы не представляете, как жарко идут дискуссии о проектах. Мы там по три раза вокруг одного проекта встречаемся, просто, ну, казалось бы, что вот столько… Доходит дело до того, что мы вот общаемся, пообщаемся по проекту, но приходят, встречаемся, там, опять, и говорят, слушайте, ну, хорош уже трепаться, давайте уже просверем эти деньги, в конце концов, ну, хоть попробуем инвестировать. Ну, потому что, когда дело доходит до обсуждения проекта, ну, тысячу вопросов, там, бедные эти стартаперы, они просто вешаются, потому что их, там, сносят им башку этими вопросами. А как ты это будешь делать? А как ты то? Ну, ты вообще ничего не изображаешь, все же из бизнеса. Ну, конечно, конечно. Все изображают все. А потом мы сами от этого встаем и говорим, слушайте, пацаны, давайте вложим деньги и сыграем. Ну, и вот, я думаю, что мы в ближайшее буквально время, в этом году точно проинвестируем, там, парочку проектов, это вне всяких сомнений. Процесс идет быстро. Появление проектов, опять же, стимулируется, там, конференциями, да, какими-то ивентами. Вот, хотелось бы упомянуть, там, 28 марта будет хакатон, первый Владивостокский, да. Ну, может, стоит упомянуть, что это хакатон вообще? То есть программисты, в основном программисты, не бизнесмен, в основном программисты, дизайнеры, там, и прочие люди, которые как-то к индустрии привлечены, собираются и в течение, там, двух-трех дней делают какой-то, то есть из идеи делают прототип, вот. А потом показывают этот прототип, там, жюри или кому-нибудь. Вообще это делается не ради каких-то призов, там, или ради чего-то такого. То есть в основном у людей, которые работают в индустрии, у них постоянно появляются какие-то идеи, да, какие-то идеи маленьких проектов, которые не то, что принесут бы деньги, да, а просто вот мне, например, хочется сделать, там, не знаю, карту Старого Владивостока, допустим, да. Не мне лично, но я знаю такого человека, вот. Чтобы там фотографии были и все такое. Ну, это проект вообще не приносящий деньги, там, а чисто для интереса. Но руки постоянно не доходят, потому что то работа, семья, там, еще какая-то рутина, вот. И такой формат мероприятия как раз позволяет людям, там, на кофе, да, за двое суток из идеи сделать прототип какой-то уже проект, вот. И на самом деле в таком мероприятии именно будем искать людей, у которых есть какие-то идеи, которые могут бы проекты именно к нам отправить. По сути, хакатон это тоже будет такой, будете присматриваться, да? Ну, будем присматриваться, конечно. Вот в конце марта будет, у нас в группе есть ссылка, вот. Я там дам потом ссылки в комментариях там или где-нибудь. Я был во многих ведущих университетах штата. Вот в MIT, там есть легендарное кафе стартапов. Прямо в кампусе MIT. Люди приходят туда, там, кушают, там, чай пьют, и там, в общем, обсуждают проекты и так далее. В общем, для того, чтобы проектов как можно больше рождалось, нужны постоянные встречи на эту тему. То есть нельзя думать, что вот тут из леса вдруг выйдут, откуда ни возьмись, там, космонавты. Надо сначала космодром там построить, в общем, тренировочную площадку. Нужно затеивать коммуникацию на эту тему. И, в общем, у нас даже, у нас, к сожалению, на эту тему почти не работают университеты. Вот я хотел спросить, да, почему это происходит? Вроде же каждый из себя являет инновационным, опять же, нано университетом. Как бы так ответить правильно на этот вопрос? По существу. Мне особенно тяжело на него отвечать, потому что я сам отвечал за инновации, был крайне... Но с другой стороны, даже лучше, потому что вы знаете это как никто. Вот почему так? Например, мы как в федеральном университете сделали. Мы сначала взяли научные проекты, стандартные были. Подход стандартный, вот у нас есть один, второй, третий. Мы прямо взяли, позвали студентов. Мы сначала думали, что студенты попрут стадами. Заказали аудиторию во всех университетах, институтах, школах, точнее, развесили объявление, приходите. Взяли зал, зарезервировали, где проходит там ученый советский университет. Это еще не университет. Там места не верено. Девять человек пришло. Я, значит, рассказываю. Раз рассказал, два встречаюсь с одними, с другими, с третьими. Через некоторое время мы набрали около ста человек, которых это было как-то интересно. Ушло значительно больше времени, чем мы думали. Потом мы собрали проекты. В проектах начало происходить следующий пример. Так как там нет предпринимателя, мы думали, ну сейчас мы пихнем проект, а потом, глядишь, там предприниматель обнаружил. И прямо со студентами собираем группу. Вот я, например, один проект веду. Там мой коллега, там еще все из бизнеса у нас в департаменте. И мы, значит, планируем проект, рассказываем, что должно быть, ставим задачи этим людям. Ну студентам они какие-то решают, потом рассказывают, как они двигаются. Только ситуация следующая. Смотрим, значит, на первую встречу по проекту собралось там 13 человек студентов. Ну отлично, мы их переписали, замечательно. Через неделю встречаемся. Их уже 15, но из старого состава 5. Оказалось, они начали бродить по проектам. То есть студенты присматриваются. Но мы не стали им мешать, сказали, окей, ребята, вы можете ходить по всем проектам вообще. Но есть одно условие. Если ты, Вася, взялся за какую-то задачу, то ты ее выполняешь. Если ты не выполнил, то мы тебя послали в зайницу. Чтобы ты вообще ни в одном проекте не появлялся. Поэтому вы можете слушать столько, сколько хотите, ходить по всем проектам до тех пор, пока не возьметесь выполнять какую-то задачу. Ну вроде бы все поняли, процесс идет. Стоит нам только выходить, выйти из проекта. Он тут же вял. Ну в общем лидера нет. Мы поняли, что замещать собой лидера это бесполезно, потому что мы тогда сами должны стать предпринимателем. А других нет. Тогда мы поменяли тактику и сказали, окей, у кого есть идеи, приходите. Вот каждую неделю прям защищаете проекты. И начался процесс. И даже вот я говорю, у нас есть одна зафиксированная победа. Она маленькая, но она зафиксированная. Значит приходят ребята и говорят, мы и тут собираемся делать мобильное приложение для бизнеса. Все на iOS. Ну и мы говорим, ну да, и что вы хотите, какой у вас план? Они говорят, ну вот мы хотим нанять программистов, и в общем там нам нужно дать денег, еще что-то. Мы их слушали и говорим, слушайте, пошлите вы в задницу этих своих программистов, которые вам рассказывают, как это все сложно. Найдите клиента. Найдете клиента, это появится первый проект. Дальше вы увидите, что с программистами все значительно проще. Не надо никаких бешков делать. Все на iOS программируется легко. В результате один из наших коллег подсунул даже заказчик это. Потихонечку пододвинул. В результате мы через там буквально, наверное, недели три получили на iOS реальный этот, как его? Приложение. Приложение, да. Это вот, пожалуйста, наша Владивостокская компания Tartonia. Можно заказать тортики на интернете. Это сделали вот у нас в ДФУ тогда. Просто студенты пришли и у них ничего, кроме идеи, что нужно делать какие-то мобильные приложения, ничего не было. В результате они это сделали и потом стали там развиваться. Сейчас какие-то продукты пишут и так далее. Вот, пожалуйста. Всего лишь это родилось из-за того, что приходят проекты, люди на которых, вот, ты приходишь, смотришь на человека, вроде бы, ну ни хрена нету за ним, кроме какого-то там желания. Но самое интересное, что это самая бесценная вещь, которая вообще есть, это его желание что-то сделать в этой жизни. И вот это надо поддерживать и культировать. В некоторых университетах этому, ну, грустно, почему-то руководство университета считает, что это все фигня и детские шалости. Вот это самое большое заблуждение. Нужно генерировать постоянный поток инициатив. Да, конечно, нужно брать откуда-то этих взрослых дядек, которые будут слушать, время свое тратить на то, что ребятам о чем-то там говорить. У нас был, какая схема была, мы слушаем эти проекты, а потом собираемся и прямо их там консультируем. У нас был этот на YouTube целый канал Терра Креатива. Кстати говоря, инкубатор называется Терра Креатива. Сами студенты придумали это название, молодцы, отличное название. И, в общем, как моя практика показала, если мы даем возможность студентам самим проявлять свою инициативу, и упираемся, и работаем с этой инициативой вот столько, сколько это возможно, то обязательно плоды есть. Обязательно люди приходят и все-таки что-то делают. Ну просто подавляющее большинство университетов говорят, да фигня. Вот кафедра, это понятно, вот там есть ученые, он пишет докторскую диссертацию. Это тема, потому что у вуза это там рейтинг, а студенты, ну это же возня. Вот это ошибка. Студенты это главное. И до тех пор, пока на них не обращают внимание, никакой, никаких инноваций в университетах не будет. Это главная проблема. Я могу это вот совершенно достоверно сказать, как человек, который этим делом занимался. И что делать? Ну ничего, мы вот все-таки общаемся с вузами, помогаем им как можем. Вот даже, например, в медицинском университете, там появились ребята, которые готовы создать там бизнес-кубатор, которого, кстати говоря, там нет. Но разработки-то есть, я же их вижу изнутри. Нашли студенты, которые сейчас взялись там, собрали этих ученых молодых. Вот мы с ними встретились, рассказали, как мы действуем. И потихонечку процесс идет. Медики молодцы. Поддержка государственная, она нужна, важна или лучше бы, чтобы не лезли? Она нужна, важна, но она есть. Ее немерено. Приходи и вот и пользуйся. Всем кажется, что ее не достать. Это неправда. Пожалуйста, заходите на FASI.ru и смотрите там конкурсы все. Умник. Старт. Это гранты. Я уж не говорю там про склок, но там потяжелее, но тем не менее тоже можно добраться. Мы, как я уже сказал, венчурный партнер фонда, так это же фонд государственный. Правда, венчурный фонд, в смысле, это не гранты, это все-таки инвестор. Пожалуйста, то есть страна готова поддерживать, но только там же нельзя так сказать, что стоит страна, держит вот так бабки. Подошел, кто-то клюнул, где у него? Так не обстоят дела. Нужно работать с проектами. Никто не готов, и в том числе страна, даже и не бюджетно, и никакие другие деньги давать в неподготовленный проект. Возникает вопрос, кто будет работать с проектами. И вот во всей стране много таких мест, как мы, например, здесь. Просто здесь, кроме нас, этим никто особо не занимается. Видимо, в этом пока нет денег. Как только будет приличный денег, они побегут заниматься. А мы перво проходим лыжню, прокладываем. Интересно. А вот сейчас давайте тогда явки, пароли. Вот вопрос, у меня есть проект. Тут его идея, каким образом попасть на ваше мероприятие. Куда обратиться? Куда позвонить? Где зарегистрироваться? У нас есть группа ВКонтакте. Примвен еще называется. Я там в комментариях где-нибудь напишу, чтобы ссылочкой было. Вот. Там у нас есть анкета. Такая формализованная, так сказать, анкета с вопросами какими-то по идее, по бизнес-плану вашему, проблему. Вот. Вы ее просто заполняете и отправляете на email, опять же, который написан там. В принципе, у нас есть все видеозаписи наших встреч. То есть, допустим, вы сомневаетесь в том, как же сделать, подготовить проект там. Как сделать презентацию проекта, да. О чем нужно прежде всего разговаривать. У нас есть видеозапись, где вот Андрей рассказывает про то, как это лучше сделать. Причем там также есть и вопросы из зала. Ну, то есть, мне кажется, вопросы такие общие более-менее. Вот. В принципе, весь материал есть. Пожалуйста, ссылочку дам. Пока нам хватает даже времени с ними, со всеми очно встречаться. Они приходят, рассказывают про свои идеи. Мы общую обсуждаем. Шансы какие есть, там, и далее, что интересного, не интересного. Они с большим пониманием будут, вот заполняют, а дальше... А вот когда времени не будет, что делать-то? Стандартный вход в проект. Мы поставим галкиперы и будем, ну, есть такое. Вот встать в вратаря. Кто в первичный просмотр делать? Без этого никак нельзя. Дело в том, что вся эта система, она, ну, хендмейт такой сплошной. То есть, на поток не очень-то поставишь. В принципе, можно. Мы все время экспериментируем с форматом. То есть, у нас же не госучреждение, да, где вот есть вся инструкция. Мы живем такой вот, пластично, так сказать. Постоянные метаморфоны. Пока встречаемся. Возможно, через некоторое время будем, вот как было со студентами в ДВФУ, да. Мы им сказали, вот шаблон презентации. Вперед. Мы вас заранее служить не будем. Приходите и рассказывайте. Такой был предпросмотр. Ну, то же самое, только мы сейчас это делаем очно. У нас, вот как я сказал, венчурный партнер ФП и РВК. Название венчурного партнера – Тихоокеанская управляющая компания. Мы находимся в Хёнде здесь. И там вот в Хёнде встречаемся. Очень удобное место. В центр города. И легко. И мы там встречаемся с проектами. Вот. И, в общем, всегда можно с нами пообщаться, зайти и поговорить. Самый нелепый проект, помните? Самый нелепый? Ну, который, ну, вызвал, не знаю, смех, ужас, панику. Нет, я вам расскажу лучше другую историю. Ну, в смысле, тоже интересно. Это ответ на вопрос, на самом деле. Не так давно мы вместе и даже по инициативе инкубатором УЭС проводили, ну, такой конкурс проектов. Нам они были нужны для того, чтобы посмотреть, кого можно проинвестировать. Ну, в конкурсе 20 с чем-то проектов. И, в общем, один из проектов выходит девочка. И совсем молодая. Ну, я слушаю проект. А проект про эту монорельсовую дорогу по Владивостоке. Вот такой вот, там сколько-то, миллиардов каких-то, триллионов, там денег нужно. Я спрашиваю коллегу. А сколько ей лет? Восьмой класс. Я ее спрашиваю. А скажите, вот кто у вас еще в команде? Она говорит, а вот еще двое сидят, а там два девятиклассника. Как они попали на этот проект, ума не приложу. Но они со всей ответственностью предлагали проинвестировать в проект монорельсовой дороги в городе Владивостоке. Среди прочих проектов, которые были более-менее, ну, адекватными усилием тем, кто их предлагает. Мы, конечно, послушали. И, значит, приз зрительских симпатий какой-то выдали. И сказали, ребята, вы молодцы, что не побоялись прийти и, в общем, что-то рассказать, какую-то свою идею толкнуть. Просто она пока не соразмерна вашим усилиям. Вот, тем не менее, ждем вас, приходите еще. Вот, чаще всего смеяться нужно там, где усилия, ну, в смысле, где заявители проекта и сам проект не соразмерны, просто на порядке. Конечно, иногда приходит человек. А как Игорь Сергеевич Пушкалев и ВКАД, да, например? Ну, это такой пример. Это же не венчурный проект, видимо, какой-то другой. На самом деле, сейчас дети уже такие пошли, возможно, у них есть какая-нибудь полупроводниковая технология для монорельсовой дороги. Ну, может быть. Вот поэтому мы внимательно присматриваемся. А вдруг там где-то, да… В завершении, чтоб вы сказали, вот тем уникумам, которые, может быть, посмотрят, может быть, смотрят, у которых есть идея, где-то вот, но и хотят они воплотить жизнь, еще и заработать на это. Приходите к нам. Приходите к нам. Во-первых. Во-вторых, не бойтесь. Самых смелых ваших идей, самых сумасбродных, самое ценное, что у вас есть – это воля к жизни, к победе и к каким-то достижениям. Поэтому храните в себе это и развивайте. Я бы хотел еще сказать, что не стоит сидеть на месте, стоит что-то делать. Вот. Опять же, приходите на хакатон. Вот, возможно, у вас есть какая-нибудь идея, которую можно за два дня сделать, почему бы и нет. Ну, и опять же, приходите к нам. Отлично. У нас в гостях были Артур Корнаков, Андрей Косолапов, организаторы проекта «Бизнес акселератора «Инновационный реактор». Давайте, да, встаем и идем. Спасибо. Всего доброго.